МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игры, 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 разработчики, разработчики, разработчики. Глаза сами невольно разбегаются, но на стендах ведущих игровых корабельников всегда найдется пара обученных девушек, которые соберут ваши глаза обратно в кучу и сфокусируют их понятно на чем. Сегодня вы узнаете, у кого на Игромире самые красивые ножки, самая соблазительная попка и, конечно, самая притягательная грудь. Не переключайтесь. Подпольная правда обошла весь Игромир и обнаружила обладателей самых сексуальных костюмов в выставке. Перед нами три девушки с самыми сексуальными костюмами. Конечно, самые сексуальные девушки Игромира. Скажите, девчонки, а часто ли в жизни вам приходится носить что-то подобное? В жизни и приходится, да и на работе тоже. В жизни нет, на работе бывает. Не особо. Явно ничего. А каким, на ваш взгляд, должен быть самый сексуальный костюм? Вы не завидуете? Другим может быть... Не завидуем кружающим, потому что им тепло, а нам... У нас самый хороший костюм, я так считаю. Мы тоже так считаем. Перед вами обладательница самой красивой улыбки Игромира. Девушка, представляющая игру Lion Age. Скажи, пожалуйста, ты сама-то играла в эту игру? Ну, честно говоря, я очень хочу поиграть, но пока еще не получилось. Ты увлекаешься играми? Да, я очень люблю игры. Ну, в общем, сейчас я вообще прохожу Герой Пятый. Скажи, пожалуйста, ты не завидуешь костюмом своей героини? И не хотела бы появиться в таком костюме где-нибудь в реальной жизни? Честно говоря, конечно, хотелось бы. На самом деле, я очень люблю костюмы в Lion Age, поэтому я и закосплеила эту героиню. Работать все тяжелее, но мы продолжаем наш репортаж. Кодекс войны – одна из самых знаменитых пошаговых фэнтезийных стратегий нашего времени. Нам удалось встретиться с почти что тургеневской девушкой Настей, которая представляла на выставке эту игру. Привет, Анастасия. Какую героиню ты представляешь? Я героиня игры Кодекс войны Тея. Это предводительница эльфов. Скажи, пожалуйста, тебе доводилось ли сама играть в эту игру? Играть мне не доводилось, но я видела процесс разработки этой игры. Не завидуешь наряду своей героине? Завидую. Слабо было бы выйти в таком костюмчике на вечеринку? Нет, не слабо. Да, могу себе представить эту вечеринку. Вот оно счастье, вот оно счастье, дорогие друзья. Мы облазили весь Игра Мир и нашли обладательницу самой красивой попки, самых стройных ног, самого привлекательного густа. Это героиня первого в России трехмерного аниме-шутера Ани Блейд. Привет. Ты сама знакома со своей героиней? Конечно. Скажи, пожалуйста, нелегко ли быть обладательницей самых красивых форм на этой выставке? Ой, это сложно. Нет, на самом деле это очень приятно. Скажи, ты не завидуешь своей героине? Может быть, у нее попка получше или грудь? Ты не хотела бы что-то подправить? Знаешь, я бы хотела такое же проклятие, как у нее. Должен быть монстром наполовинку. Она там все крушит направо и налево, а ты в жизни такая же боевая? Понятно. Я же здесь. И много мужчин уже легли сзади штабелями? Мужчины, которые до 16 считаются? Девушки строят нам глазки, но мы не забываем о деле, дорогие друзья. В гостях у подпольной правды побывал знаменитый гоблин, он же Дмитрий Пучков. И мы поговорили с ним о девушках и об играх. Категорически приветствую вас, товарищи бойцы, в нашем новом оперативно-тактическом классе. Мне бы хотелось узнать, что вы думаете об оформлении, о сценах и, конечно, о девушках, которые представляют здешние игры. Это уже вторая выставка, то есть в прошлом году была первая, произошло как открытие, было несколько сумбурно. В этом году уже все гораздо лучше. Индустрия растет со страшной силой, но поскольку общее положение в стране улучшается, то и у нас тут на игрушечном фронте все становится лучше и лучше. Украшено багажей, девчонок все больше. Я чувствую, к концу дня придется уже ходить просто в пол, смотреть. Настолько многие хороши. Все мы знаем санитаров подземелий. А каким играм вы сами отдаете предпочтение, если, конечно, у вас есть на это время? Ну, конечно, то предпочтение отдают только, когда отвлекаюсь от санитаров подземелий. Но это по большей части такие стреляльные игры, где надо побегать, пострелять. Вот Quake, Quake 3, добротные такие. Такие люблю. Мы надеемся, что у вас хватит сил на все три дня этой выставки и что вам не придется смотреть в пол, а все-таки полюбуйтесь с девчонками, которые здесь ходят. Спасибо, Дмитрий. Вам спасибо, да? День проходит за днем. Сил почти не осталось, но мы вынуждены работать дальше. Как тяжело, но мы сделаем это только на подпольной правде. Смотрите в следующем выпуске самые сексуальные медсестры, самые соблазнительные аулоды и с ног сшибательный деф-трек. А также интервью с самым тонким ценителем женской натуры, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Как известно, некрасивых женщин не бывает. И пока подпольная правда продолжает свою героическую работу на Игромире, вы на 3db.gamesdefestery.ru сможете оценить степень своего опьянения. День проходит за днем, а наша героическая победительница, без сна и отдыха, измученная сотнями озабоченных подростков, все так же мужественно стоит на своем стенде. Нам чудом удалось урвать ее в это безлюдное место и немножко с ней еще поговорить. Привет. Привет. Как ты выдерживаешь такой темп? На самом деле очень весело. Тяжело, но весело. А подростки не замучили? Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, я понимаю, что им это нравится. Как ты думаешь, после такого вживания в роли ты будешь играть в эту игрушку? Ты знаешь, я хочу на машину сделать аэрографию Sony Blade, потому что вжилась полностью в эту роль и люблю эту игрушку. А пройти до конца слава будет? Ну, я блондинка все-таки. Это тяжелая работа, но знаете, мы ее делаем для вас. И вы узнаете на Игромире всю правду о самых сексуальных девушках в выставке. Не переключайтесь. Игра Alloda Online. В свое время Alloda наделали много шума, но, конечно, сегодня они выглядят неказисто. А вот новая часть обещает быть просто потрясающей. Вы только посмотрите на эти формы. Это что-то невероятное. Я не могу оторвать глаз. Дев-трек это, я вам скажу, гонки и обгонка без ног как без рук. И перед нами обладательцы самых стройных ног игром мира Аделина и Таня. Здравствуйте, девчонки. Скажите сами, вы знакомы с игрой? Да, знакомы. Вам доводилось в жизни водить что-то похожее, какие-то автомобили? Нет, похожих не было. К сожалению, не было, но мы очень надеемся, что такое что-нибудь будет. Вы вообще увлекаетесь компьютерными играми? Ну, не совсем. Я как бы вообще не играю в компьютерные игры, но в это поиграла, понравилось. Там интересно действительно все было. Зато, наверное, молодого человека от них не оттянуть. Да. Вы в жизни водите автомобиль? Нет, я не отношу автомобиль. Но нету права. Я умею водить, но прав тоже нету. Собираюсь сдавать на права. Вам доводилось в подобных костюмчиках залезать в автомобиль? Нет, не доводилось. Я думаю, что, честно говоря, если бы гаишники увидели таких водительниц, то на права вам уже сдавать не пришлось бы. И штраф платить точно не пришлось бы. Это точно. Красотки на мотоциклах. Красотки на троне. Красотки во всеоружии. И красотки вовсе без всего. Конечно, всякому мужчине просто необходимо обсудить такое великолепие с другим мужчиной. Подпольный правдоруб встретился со знаменитым писателем Сергеем Лукьяненко и узнал, что тот думает о девушках выставки. Нынешняя выставка больше всего напоминает Бэй-Бой-Пати, скорее, а не выставка книга. Как вы относитесь к тому, что девушки преобладают здесь над игрой? Ну, это замечательно, потому что юноши, играющие на компьютерах, должны хоть иногда все-таки посмотреть на девушек, отвлечься от игры. У вас есть здесь любимый стенд? Ну, здесь много моих любимых стендов. Это, наверное, стенды, где лежат игли по моим книжкам. Это стенды 1С, новая диска. Так что заглядывали туда с удовольствием. В фильме «Дневной газор» мы все видели Жанну Фриске в роли Великима Алисы. Вы как-то влияли на подбор актеров? Я консультировался во время подбора актеров. Мне показывали всех персонажей, спрашивали мое мнение. Скажем так, у меня были сомнения относительно Жанны Фриске, честно признаюсь. Но она доказала, что она хорошо умеет играть, и она вошла в эту роль. По-моему, сыграла замечательно. Спасибо. Мы находимся на самом сексуальном стенде Игра Мира. С такими медсестрами всегда можно быть уверенным, что скоро медицинская помощь придет вовремя. Здравствуйте, девчонки. Да, обязательно. Вы увлекаетесь компьютерными играми? Не так, как все люди, которые пришли сюда, но немного. А много ли вы времени проводите в интернете? Да, достаточно. Сможете ли вы оказать первую медицинскую помощь в жизни, если вдруг кому-то здесь потребуется? Конечно, и очень даже сексуально. Ну и, конечно, хотелось бы узнать ваш телефон для того, чтобы эту скорую помощь можно было получить в любое время суток. Прекращаем снимать. Выездной штаб подпольной правдой заканчивает свою работу и перемещается в самую жуткую секретную студию на свете. А на следующей неделе на 3dabi.gamesdefiz.ru вы узнаете, что зомби-вампиру не товарищ. Смотрите нас и не переключайтесь. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!